Егору, 14. Парень родился с деформацией грудной клетки. Со временем появились комплексы и начались проблемы со здоровьем. Из-за анатомически неправильного расположения костей сжимались внутренние органы, а сердце даже сместилось в сторону. Вопрос об оперативном вмешательстве возникал всё чаще. В Гомеле операции раньше не делали, только в Гродно. А в Минске занимались более травматическими случаями. Теперь уникальное малоинвазивное вмешательство выполняют в Гомельской областной клинической детской больнице. Нам Александр Васильевич всё рассказал. Как будет проходить операция, мы не колебались, согласились. Про Минск мы даже и думать перестали. И вот прошла операция. Всё хорошо, всё успешно. Идём поправку. Шести лет Егор занимается в футбольной секции. Сыграл много победных матчей. Сейчас он ждёт момента, когда снова вернётся к любимому занятию. Врачи говорят, что это произойдёт примерно через два месяца. Первые четыре операции гомельские медики провели с участием коллег из Гродно. Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо. В течение двух недель их выпишут. Кроме них, в Гомельской области проживают ещё около 40 детей с аналогичными деформациями. Оптимальный возраст для проведения вмешательства – 10-14 лет. Благодаря современному оборудованию процесс операции визуализировали. Это обеспечивает абсолютный контроль за её ходом. Мы под контролем зрения. Имеем возможность видеть и наблюдать, как исправляется данная деформация. Мы видим, как проходит металлоконструкция в самой грудной клетке. Мы видим бьющееся сердце. Мы видим дышащие лёгкие. И это действительно очень интересно. И позволяет избежать вот этих ошибок, которые раньше без контроля вот этого тракоскопического обзора были очень частыми. В грудную клетку Егора и ещё трёх прооперированных подростков поставили вот такие пластины из титанового сплава. Их длина 20 до 36 сантиметров. Через пару лет их удалят из организма. Всё это время у детей не будет ограничений по физической нагрузке. Они могут заниматься спортом, музыкой и вообще вести обычный образ жизни. Но уже без комплексов и в здоровом теле.